Такое солнечное прекрасное утро. Хотелось бы обсудить все-таки важные вопросы. И с этой целью у нас сегодня гость Леонид Михайлевский, заместитель Министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Давайте сразу же перейдем к теме. Скажите, состояние дел по охране труда, оно заставляет беспокоиться или же все-таки ситуация улучшается у нас? Вы прекрасно понимаете, что даже один несчастный случай, это заставляет всех волноваться и выполнять те требования, которые определены по безопасности, по охране труда. Поэтому говорить о том, что все хорошо, наверное, было бы неправильно. В том плане я бы определил, что на сегодняшний момент система управления охраной труда в Республике Крым выстроена. Она определена на различных уровнях. Это и межведомственная комиссия республиканского уровня, это и системы управления охраной труда на предприятиях, в том числе и обучение. То есть система выстроена, она определена, и мы в этом направлении работаем. Что касается самих показателей, я бы отметил, что динамика, конечно, положительная. Если в 2013-2014 годах уровень несчастных случаев, количество было, составляло более 200, 227, если точно, то на сегодняшний момент по результатам 2018 года 160. То есть мы видим динамику. Но это не повод для того, чтобы почивать, так скажем, на лаврах. Потому что, к сожалению, несчастные случаи, в том числе и с летальным исходом, присутствуют. Они снижаются. Если было количество их 17, то на сегодняшний момент их 13. Мы эту ситуацию, конечно же, держим под контролем. И всеми возможными мероприятиями, которые у нас, в том числе и программа охраны труда, подпрограмма охраны труда, которая в республике действует. Конечно же, мы по ней тоже работаем. Скажите, а вот эти среднестатистические показатели в республике Крым на материковой России отличаются как-нибудь? Конечно же, отличаются. Дело в том, что, особенно в последнее время, мы прекрасно понимаем, чем больше количество вовлеченных в работу, конечно же, риски увеличиваются. Учитывая развитие республики социально-экономической, строительство объектов, конечно же, в этой связи, конечно, количество есть определенное, есть риски. Но в рамках, я бы сказал, что учитывая сегодняшнее состояние, учитывая выстроенную систему охраны труда в республике Крым, мы, конечно же, проанализировали всю эту ситуацию и приняли решение о том, что республика Крым как субъект Российской Федерации включается и становится партнером программы Vision Zero. Это нулевой травматизм. И хотел бы отметить, что мероприятие всероссийского масштаба, которое проходило 19-20 сентября в республике Крым в Ялте, было получено свидетельство субъекта. И хотел бы сказать, что мы второй субъект Российской Федерации, который становится партнером именно этой программы. Скажите, пожалуйста, а вот я часто люблю сравнивать старые времена и новые времена. Нормативные базы изменились по, скажем, охране труда? Вы знаете, может быть, они, конечно же, изменились. На фоне того количества стандартов безопасности труда, конечно же, они ужесточились. И самое главное – это контроль за их выполнением. Можно написать огромное количество требований, положений, порядков, но если отсутствует их выполнение, мы можем получить отрицательную картину. Вот то, над чем нам предстоит работать. И возвращаясь опять же к теме нулевого травматизма, это совершенно простые семь правил, которые совершенно… Конечно же, это первое – это стать лидером, приверженцем этой программы, определять риски и контролировать их, создавать систему безопасности труда и гигиены, контролировать именно вот такую безопасность и гигиену, инвестировать в кадры, повышать профессиональную подготовку. Вот те простые правила, которые позволят любому работодателю, так скажем, улучшить состояние и показатели, то, что характеризует охрану труда. Скажите, а в какой отрасли народного хозяйства, скажем, наиболее высокий показатель травматизма? Крыму? Есть такая статистика? Конечно же, есть. Мы постоянно анализируем эти показатели. Конечно же, это не только Республика Крым, это там, где много механизмов, в том числе и движущих, это, конечно же, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. То есть то, где наиболее подвержены риску, в том числе работники. И хотел бы обратить внимание, вот правильно вы начали сегодня утро именно с этой темы, потому что я думаю, что каждому работнику, да и каждому жителю, наверное, Республики, нужно задуматься вот перед тем, как отправляться на работу, или же находясь на отдыхе, не забывать про свое здоровье и те мероприятия, которые позволят его сохранить и не тратить. Хотел бы обратить, что это кратно, когда человек теряет трудоспособность. Средства, которые затрачивают для его восстановления, они кратны тому, чему можно провести мероприятия, которые не позволили бы ухудшить здоровье или же несчастного случая. Ну, скажем, наиболее частый случай, вот несчастный, как его избежать? Я имею в виду, например, на предприятии. В том числе. Ну, мы говорили о семь золотых правил нулевого травматизма. Вы их озвучивали для работодателя. А для, скажем, меня как работника среднестатистического. А для вас, для работника, вы должны прекрасно понимать, что лучшего контролера, чем вы, нет. Вот предписано вам на рабочем месте пройти инструктаж. Не просто поставить галочку и роспись о том, что вы... А качественно пройти. А качественно пройти, да, осознавая вот те шаги, которые вы делаете. Проходя мимо каких-то там тех же пролетов лестничных, да, находясь на строительной прощадке, на высоте. Если есть страховочные средства, то они должны использоваться. Есть средства индивидуальной защиты, вы должны их использовать. Независимо от того, что я сейчас аккуратно все это дело сделаю. Вот как раз в такой момент усыпляется бдительность и вот получается негативный. Обратный эффект. Обратный эффект получается, да. В том числе это касается и микротравм, на что в последнее особенно время уделяется очень большое внимание. Потому что это тоже, казалось бы, незначительно, но тем не менее мелкие нарушения, они потом в конечном итоге приводят к наиболее крупным и более трагичным. Леонид Евгеньевич, у нас, к сожалению, буквально 30 секунд. И я прошу вас, в этот, так сказать, почти мы завершаем эфир, обратиться к крымчанам и пожелать им здоровья. Я хотел бы обратиться к крымчанам, вы правильно сказали, и пожелать им здоровья. И одной фразой. Берегите себя. Вы очень дороги родным, близким, и в том числе и работодателю, на которого вы работаете, и приносите плоды вашего труда, способствуют социально-экономическому развитию нашей республики. И всей страны. И всей страны в целом. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Сегодня в студии у нас был Леонид Михалевский, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым.